Максим Горький, сказки об Италии, Нунча Квартал Святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать весело, беседуя бессмертный Джованни Бокаччо. Вообще, в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей. В старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней. А ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других. Да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой. До лета прошлого года другую гордостью квартала была Нунча. Торговка овощами. Самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла. Над ним и солнце стоит всегда немножко дольше, чем над всеми другими частями города. Фонтан, конечно, остался и до ныне таким, как был всегда. Мраморные дети не стареют и не устают в играх. А вот милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца. Редко бывает, чтобы человек умер так. И об этом стоит рассказать. Она была слишком веселой и сердешной женщиной для того, чтобы спокойно жить с мужем. Муж ее долго не понимал этого. Кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок. Но полиция не любит таких шуток, и Стефана, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину. Перемена воздуха очень помогает сердитым людям. Нунча в 23 года осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой. Веселому человеку немного нужно. И для нее этого было вполне достаточно. Работать она умела. Охотников помочь ей было много. Когда же у нее не хватало денег, чтобы заплатить за труд, она оплатилась смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег. Не все женщины были довольны ее жизнью. И мужчины, конечно, не все. Но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами. Она говорила, кто разлюбил свою женщину, значит, он не умеет любить. Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех. Лет десять сияла нунча звездою. Всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала. И будь она девушкой, ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех. Даже иностранцам показывали ее. И многие из них очень желали беседовать с нею наедине. Это всегда смешило ее до упада. На каком языке будет со мной разговаривать этот сто раз выстиранный сеньор, говорила она. На языке золотых монет, дурочка, говорили солидные люди. Но она отвечала, чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку и помидоров. Были случаи, когда люди, искренне желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво. «Ну, какой-нибудь месяц, нунча, и ты богата. Подумай, хорошо. Подумай, вспомни, что у тебя есть дочь». «Нет», – возражала она, – «я люблю мое тело и не могу осквернить его. Я знаю, стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и ты навсегда потеряешь уважение к себе». Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно. Смотрите-ка, не и нас становится совсем точно мать. Это была правда, как майский день. Дочь нунчи, незаметно для людей, разгорелась звездою, такую же яркою, как мать. Ей было только 14 лет, но очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами, она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной. Даже сама нунча удивилась, присмотревшись к ней. «Святая Мадонна, неужели ты, Нина, хочешь быть красивее меня?» Девушка, улыбаясь, ответила, «Нет, только такой, как ты, этого для меня довольна». И тогда, впервые на лице веселой женщины, люди увидали тень грусти. А вечером она сказала подругам, «Вот наша жизнь». Не успеешь допить свой стакан и до половины, а к нему уже потянулась новая рука. Разумеется, сначала незаметно было и тени соперничества между матерью и Ниной. Дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и перед мужчинами неохотно открывала рот. А глаза матери горели все жадней. И все призывней звучал ее голос. Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их касается первый луч солнца. И это верно. Для многих Нунча была первым лучом дня любви. Многие благодарно молчали о ней, видя, как идет она по улице рядом со своей тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены. Ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти. Она и умерла в трех шагах от него. И вот стоит и точно горит вся. Веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи. Она, она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла. Чем прозрачнее стекло, тем лучше оно показывает душу вина. Цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывает до конца эту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтобы дать душе немножко крови солнца. «Вино! О, Господи! Мир! Со всем его шумом и суетою не стоил бы и ослиного копыта. Не имей, человек, сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которая очищает нас от злого праха и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни. Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце. Оно вам расскажет такие сказки. Так вот, стоит нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей. Перед красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго было сделано нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего. Да, а вот около матери все чаще является дочь. Скромная, как монахиня. Или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают. И, может быть, некоторым из них становится понятно, что чувствует женщина и как обидно иногда ей жить. Идет время, все ускоряя свой торопливый мелкий шаг. Золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты. Проходит год, два, дочь все ближе к матери и дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей. На ту или эту. А подруги, ну, друзья и подруги любят укусить. Там, где чешется. Подруги спрашивают. Что, Нунча, гасит тебя дочь? Женщина, смеясь, отвечала. Большие звезды и при луне видны. Как мать, она гордилась красотой дочери. Как женщина, Нунча не могла не завидовать юности. Нина встала между ней и солнцем, и матери обидно было жить. И настал день, когда дочь сказала матери, «Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая. Я хочу взять от жизни свое. Ты жила много и весело. Не пришло ли и для меня время жить? В чем дело?» Спросила мать, виновата опустив глаза. Знала она, в чем дело. Воротился из Австралии Энрико Барбоне. Он был дровосеком в этой чудесной стране, приехал погреться на солнце Родины и снова собирался туда, где живется свободней. Было ему 36 лет, бородатый, могучий, веселый. Он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах, и все люди принимали эту жизнь за сказку, а вот мать и дочь за правду. «Я вижу, что нравлюсь Энрико», говорила Нина. «А ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне». «Понимаю», сказала Нинча. «Хорошо, ты не станешь жаловаться Мадонне на твою мать. И эта женщина честно отошла прочь от человека, который все видели, был приятен ей больше многих других. Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя, дело совсем плохо. Нина стала говорить со своей матерью не так, как того заслуживала Нинча. И вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нинча уже великолепно станцевала Тарантеллу, дочь заметила ей при всех. «Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе пора щадить сердце?» Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду. А Нинча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока. «Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо. Но посмотрим, чье сердце сильнее». И подумав, она предложила. «Мы побежим с тобой отсюда до фонтана, трижды туда и обратно, не останавливаясь, конечно. Многим показалась смешной эта гонка женщин. Были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нинчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери. Выбрали судей, назначили предельную скорость бега, все как на скачках, подробно и точно. Было много мужчин и женщин, которые искренне, желая видеть мать победительницы, благословляли ее и давали добрые обеты Мадонне. Если только она согласится помочь, Нинча даст ей силу. И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга. Вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы. Мать в красном платке на голове, а дочь в голубом. Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе. Нинча бежала так, свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка. Люди стали бросать ей из окон, из тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, ободряя ее криками. В два конца она опередила дочь на четыре минуты слишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти. Не могла бежать уже в третий раз. Бодрая, словно кошка, Нинча наклонилась над ней и смеясь вместе со многими. «Дитя», – ласково говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой. «Дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в любви, в забавах и в работе сердце женщины, испытанное жизнью. А жизнь узнаешь далеко за тридцать дитя. Не огорчайся!» И, не давая себе отдохнуть после бега, Нинча снова пожелала танцевать тарантеллу. «Кто хочет!» Вышел Эмрико, снял шляпу и, низко поклоняясь этой славной женщине, долго держал голову, почтительно склоненной перед ней. Грянул, загудел, зажужжал бубен и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая точно старое крепкое темное вино. Завертелась нунча, извиваясь, как змея. Глубоко понимала она этот танец страсти и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее непобедимое прекрасное тело. Плясала она долго и со многими мужчины уставали, а она все не могла насытиться и было уже далеко за полночь, когда она крикнув «Ну еще раз, Энри! Последний!» снова медленно начала танец с ним. Глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много. Но вдруг, коротко вскрикнув, она взмахнула руками и упала, как подрубленное под колени. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.